Всем привет, я Оля, 34 годы. Ничего не говори, это все карантин. Какой запах вообще. Отлично пошло. Оля, бери сумку. Я просто знаю, что сейчас будет происходить. Как я мечтала о бамбе. А люблю я макарон. Все, я приняла бамбу. Зашарахал. Я выполнила свое задание. Еще я поела. Все, я выполнила свое задание. До сих пор от меня пахнет дошиком. Так вот, Гусейн, твое следующее задание. Я знаю, что у тебя фобия на пауков, поэтому положи себе паучка на лице. Три. Так ты че, он же к тому старому, надо ноготь. Три, два, один. Еще. Конечно, конечно. А ты подорожник приложи, может, поможет. Есть повод купить новую телевизор. Все, с меня хватит. Телевизор разбила, дошираки, в дошираке полежала. Платье сожгла. Волос, волос нету. Я думаю, что на этом нам нужно. Волос нету. Я думаю, что на этом нам нужно мало половин, мало половин. На этом нам нужно остановиться, да? Оль, Оль, все, все, снято. Снято, Оль, все. Счет 5-5. И тебе, Гусейн, спасибо за то, что разукрасила мои выходные эмоционально. И, кстати, по поводу стрижки. Многие мне пишут, что мне очень идет. Поэтому прощения принимаются. Но, как я смею заметить, очень многим нравится такая длина. Я, честно, не могу пока к себе такой привыкнуть. Но, надеюсь, со временем и я привыкну. Мы это делали и для себя, и для вас. Миллионы людей следили за нашим баттлом. Я, Гусейн, сказал, потом продолжим. Но, если честно, мне нужен передых. Передых, потому что это, правда, очень эмоционально, так нервозно, скажем так. Спасибо вам большое, мои хорошие, за то, что переживали, за то, что нервничали, за то, что болели, за то, что смеялись со мной, когда действительно я угорала. Но были моменты очень дрожачные. Мы даже иногда получили... Завтра понедельник. И вы знаете, что? Завтра прямой эфир в 2 часа дня. И сейчас я выложу афишу. И это будет шок-контент. Это будет такой гость. Вау!